Субтитры делал DimaTorzok Находит Апекс Кибоя, который пытается всячески помешать здесь Тиензи Ну, кстати, Кибой был близок, был близок очень Но, тем не менее, забирает все-таки от Тинзи для себя этот баф Ну и перетягивается на Синий Кибой просто разминает Апекса Пытается как можно больше времени вывести Но как будто бы он уже понял, что, скорее всего, перетянулся на Синий И просто игнорирует этот объект Но стоит ли так делать или нет, вопрос остается открытым Кстати, перетягивается Санс туда, над Синий И кто забирает, забирает, как я понимаю, все в Китинзи Потому что у него третий уровень Да, и у Санза пока что нет там синего бафа По итогу, конечно, это могло бы ударить Роза может лишиться сейчас пассивки Так и случается Вынуждена нано здесь отступать И лететь на базу Да, конечно, неприятно в World of Games так стоять против Лилии Саншайн теряет колоссальное количество При этом всем еще линия пушилась в сторону Оников Именно на голд-линию к Альберту Тем не менее, стоит вроде Ну и там на топ стяжка была небольшая Там Люнок, там также имеется и Руби Но и регенерацию уже отдавал Эллен Хотя вполне он может восстановить свое здоровье И с помощью крипов ему достаточно для этого первой способности Через 20 секунд появится Черепаха И время зарабатывать уровни для роумеров Потому что как будто бы хочется с ультами начинать драку Да, но у Кибоя там только появляется сейчас тройка Стоило бы, наверное, потянуться Разделить этих крипов каким-то образом Возможно на топе Ну так мидеры часто делают Именно подходят на топе И вот Санзо мы как раз-таки сейчас На топе, который пришел сюда получать четверку Вместе с Бутсом И затем уже отступать под Черепаху Ну а тем временем центральный коридор запушивает С одной и с другой стороны Лилия это делает, конечно, поувереннее Именно поэтому Минотавр помогает Нане И будет файт под Черепахой Ну Элян вынужден возвращаться на лайн Для того, чтобы забрать каретку с Экспой Кайри начинает одаковать Черепаху У Черепахи еще достаточно много здоровья И у Кибоя фактически четвертый-то левел Его Бутс не помешало Элян находит здесь себя оппонента Бутс скидывается по минуты Но существует очень светлую И Кайри по итогу забирает здесь все-таки Для себя этот объект Цепляют Эляна Но все-таки легко его здесь не заберешь Без киллов расходятся команды Но у Никита заполучили очень быстро тысячу преимущества Да, плюс дополнительно себе объект Приобрели, выбивает флик из розы Да, спасибо большое Я тут просто так себе жестикулирую На всякий случай Принято 6700 на 7700 7700 1К перевес в пользу красной команды И Санзу бы на самом деле помочь запушить эту линию Потому что маны у него не очень много Сейчас пару скиллов откинет И как будто бы и все на этом Но удается запушить И таким образом можно вернуться Перетяжка на нижнюю линию готовится Кибой как же хорошо контролит вражеского лесника Постоянно передвигается Постоянно светит Дает инфу своим тиммейтам Как же он перефармливает своего оппонента Не по золоту Хотя и по золоту явно тоже Учитывая какое преимущество сейчас у коллектива Оник, но по опыту То есть там фактически пятый левел А совсем не до... ...четверку Причем с четвертым левелом Кибой подходил уже и на черепаху И там ее реализовывал Ей шанс зацепиться за розу Цепляет все-таки Этого, этого мидера Игроки коллектива Оник И тут же появилась пассивка У них как будто бы тайминги были не самые точные Потому что она появилась именно в момент начала файта 45 секунд до появления черепахи Вернуться быстренько на базу розе И после этого уже идти запушивать мид Нельзя стоять слишком долго Тем временем прошел прокаст Идет игра по Санзу Санз отбегает отсюда через ульту Светлая от Люнакс И Тинзи тоже отбегает Разменялись в принципе ультимейтами здесь игроки Ну что ж, Апок с ультимейтом со вспышкой Готов врываться Ждем наверное этого момента У нас также противостояние на боте Успевают на топе на топ подступить Наверное игроки команды Оник Чтобы быстро потом по черепаху вернуться По ускоренной реке Ну и Орлот уже смещается Быстро скипнул свою линию Выведется наверное баф Все-таки вернется в свое положение Апекс расготовывает ультимейт Но по итогу никому не попадает Хотя была вспышка Но не стал ее использовать По-моему это был просто надев Своего лесника Чтобы не подходили, не забирали синие Апекс теряет больше половины хп Да, окей, есть отхил Но тем не менее Как будто бы этого недостаточно Ки-бой находится в неудачной позиции Будет ли инфицировать? Нет, пока что Бут залетает Дается тут же стан по Эллену Будет играть до самого конца? Нет, но красный баф Хотят отжимать Молния Молин И залетает по Кайри Ки-бой Как будто бы до конца гейминг Пытается устроить Контроль Ой, как неплохо Врыв идет Играет по Тинзи Тинзи должны добивать Кайри Ферстблот Да, долго мы ждали этого первого убийства Плюс еще и красный баф Кайри здесь все Удалось все-таки ему забрать У своего визавину И Кайри просто как у себя дома Уже находится в этом лесу Ки-бой пытается Апекса подцепить В этом моменте Также можно и по Эллену Скинуться было бы Но нет, отступает здесь и Альберт И Ки-бой Мне кажется, тяжеловато приходится Чичи Против Кэри Как будто бы Не самая простая цель Интересно, как скоро сюда Клауд придет Потому что они свапнулись Но при этом Голодовики противоположных линий Остались на своих линиях Как я понимаю Нет, только Одна команда свапнула Да, Firefox Нет, только свапнулись Firefox Да, да Они перетянулись И Арлот все равно предпочитает Остаться на топе Но Арлот, кстати, вот против Клауда Нормально стоит А Чичи не очень хорошо Может доминировать над Кэри Да, она окей Постоянно запушивает Но, по-моему, в этом смысла не особо много Скорее всего, это из-за того, что Саншайну было реально трудно фармить Да, появляется второй, наверное, слот Все-таки уже у Альберта Там появляется коса коррозии Вероятнее всего, есть штормовой пояс Да, так и происходит Но появляется уже и ботинок На Кэри теперь она готова и с этим Потом поиграть Видимо, покупала его очень поздно 1-0 все еще счет Ничего не изменилось Но перевес по количеству золота Обрати внимание Внимание, практически 3 тысячи Кстати, выход идет на Алена Идет отключение Но это все До свидания, послушения Да, прекрасно понимал игрок коллектива Fireflash Что будут его здесь забирать Ну и здесь поддерживает все-таки апок своего тиммейта Прожимает светлый ультимейт Лунакс Отступает Но это все исключительно на подсейв Никаких шансов пойти в атаку пока что у игроков из Турции Здесь не удается Очень тяжело приходится Оники забегают во вражеский лес И отжимает абсолютно все Кивой тут же использует Тинзи темную Для того, чтобы отпрыгнуть Опасался Слишком опасался То, что сможет вытянуть Руби Ну и уже в Черепаху Там игроки коллектива Onyx выходят Могли бы использовать этот шанс Игроки Fireflash для того, чтобы найти какой-то килл Не успевают Зарабатывают золото, щит, опыт Игроки коллектива Onyx 5 тысяч преимущества Буквально за 7 минут сумели уже заработать себе Игроки из Индонезии Плюс щит Афин для Кибоя Это при учете того, что вообще практически сражения отсутствуют И нету каких-то дополнительных вещей Таких, как объекты в виде вышек Да, ты один забрали на боте Ну все, на этом как бы закончили А перевес просто колоссальный Ну вот происходят такие ситуации, как на боте Ну ладно, на боте там еще Пока что Чичи есть, но очень часто теряют крипову Fireflash Просто потому что их выдавливают, их оппоненты Не давая поступить даже забрать крипов абсолютно всех Посмотри, откуда это преимущество? Да, черепаки, да, есть два килла Да, забрали девушку, но в принципе-то и неплохо Это преимущество идет за счет того, что Тинзи не дают фармить Его постоянно выгоняют из леса Кайри двенадцатый, Тинзи девятый Да, Кибой, наверное, как зашел к катке в чужой лес Он, по сути, отсюда и не выходит Да, там смещался, куда-то по черепаху подходил Не более того Кайри гуляет опять же по чужому лесу, как по своему Так, за последнее время я вот у Тинзи вижу Отжали синий баф, двух крипов И он только сейчас к красному подходит Окей, его вроде как не будут убирать О-ой-ой-ой Как же подставился неудачно Еще и ульта осталась, будут играть по Алену Но Ален здесь слишком большим количеством хп 3-0 становится счет Оники как будто бы разозлились за вчерашнее Как же чувствуется этот контроль от коллектива Оник На перифарме просто пытался каким-то образом Избежать файта этот Минотавр Но сначала Руби, потом Орлот, серия контролей Несладко приходится коллективу из Турции Но продолжают они оставаться на плаву И вот Санс делает то же самое, что делал Роза вчера Выдавливает оппонентов Все время заставляет их отходить За это забирают Оники Постоянно пышки Какие-то дополнительные бонусы Кип-бой Вот серьезно, я на первой минуте его видел здесь Он продолжает Вот так как стоял, так и стоит И Файерфлакс ничего не видит Они не знают, что делают оппоненты А если знают, то они даже подойти не могут Страшная ситуация, конечно Но могу также отметить, что Кэрин на один слот уже перефармливает Своего оппонента по линии Клауда И спокойно, очень спокойно Оники забирают Лорда И действительно предположить, чтобы сюда могли зайти Час игроки коллектива Файерфлакс Сложно Но этого размена хотя бы на Т1 Кстати, Санта, по-моему, далековато Будет играть дальше по Розе Тут же абсолютный умение уйдет Вот минус А подкидывание по троим Играют дальше Но это будет минус Апекс Первым погибает И минус Роумер Команды Файерфлакс и Спортс Посмотрите просто на эту команду Оник, да? Что они вытворяют И вспомните, что вчера И забрали у них одну карту Насколько, насколько хороши в той карте Были РСС Ну что ж, Лорд выходит по центральной линии В это же время Оники отыгрывают по Т2 Тавру на боте Забирают всех крипов быстро Можно неплохо подвести крипов Но по боту он чуть пошустрее дойдет Ну они хотят просто, чтобы пассивочка сработала Да, и это получается реализовать Окей, теперь по центру будут доигрывать Оники Смогут ли как-то ДФЦ Апекс без ульты Нету флика Будет возможность синицировать только чуть попозже Как только появится Ну и падает пассивка Т3 Вышки на центральном коридоре Кибой будет ли кого-то цеплять Нет минус Светлая ульта от Люнокс Хотят все-таки закрыть этого лорда И удается это сделать Кибой пытался расставать ультимейт Не очень точно Задефали Тавр Но это был первый лорд Чаще всего мы предполагаем, чтобы Хотя бы Т2 Тавра упали Но мне кажется, что Оники пытаются И во второй раз зайти в базу У его оппонента Учитывая, что у Тавра остается очень мало здоровья Можно было попытаться Кэри Скинуться немного уроном по этому Тавру И дать первым лордам Забирают Т3 Тавра Боятся, боятся Они просто не подходят вообще То есть они отдают абсолютно бесплатно Эти Т3 вышки Альберт неплохо Кстати, выйти не ту цель Апекс может сыграть Нет, Апекс в итоге возвращается обратно Не стал кастовать ультимейт Опустошение есть у Кайри Но не решил его использовать В одном темпе могли и попытаться сыграть Эльян вместе с Апексом Запрыгнуть, расставать ультимейт Но не было флика у Апекса Поэтому не мог он добраться абсолютно на всех оппонентах Вероятнее всего ждут, когда перезарядится флик у Апекса Но в то же время абсолютно у каждого игрока Оник присутствует эта вспышка Кто ее брал изначально Минус молния Мольнина Роза без ульты Кстати, играет по Кари Альян Залиптает также еще и Люнокс Играет по Светлый Но Альян, кстати, можно было попробовать подцепить В итоге практически снесли Т3 на нижнем коридоре Оники Одиннадцатая минута 4-0 Вот смотришь на фраги и думаешь, ну все не так плохо Потом смотришь на карту Вы как будто бы без строений стоите Да, но если смотреть и судить вообще исключительно по счету То кажется, что сейчас на карте идет третья минута По факту уже двенадцатая пошла маскировочка от игроков коллектива Оник Забирают Т3 Тавер на боте Уже есть у Апекса и вспышка, и ультимейт Возможно, сейчас он где-то его и раскосует Саншай Так много здоровья отдал он в свой ультимейт Так что можно было попытаться бы по нему сыграть Буквально 25 секунд остается до появления Лорда Клауд, в свою очередь, пытается на топе Найти какое-то для себя золото Плюс вполне вероятно забрать Т2 строение Ну, Саншайн рисковал довольно сильно И не наказали за это Оники Файерфлакс Потому что они были вчетвером А Саншайн пушил топ-сайт Т2 вышку, скорее всего, крипы не заберут Тем не менее, неплохо продавил все это дело 5 секунд до появления Лорда И будут заходить во вражеский лес Оники Да, красивую историю на турнире Игр Будущих Написали игроки коллектива Файерфлакс Не хотелось бы, чтобы так все грустно заканчивалось Хотя это всего лишь первая карта Проблемы у Розы Есть пассивка Роза отступает все-таки из этого файта Также и Клауд вышел на поддержку вместе с Чичи Но Чичи уже погибает Четвером остаются игроки турецкого коллектива Хотелось бы еще отметить то, что Апекс Бесплатно, совсем бесплатно Отдал Санзу флик Ну, вернее Санз просто его поддушил И все, Санз недалековато лид Немножко потаунтить Окей, минус ульта Но это был хороший байт Кибой в итоге врывается по оппоненту Светлая ульта И отбегает отсюда Тинги Сохранил Апекс ультимейт При этом флика у него не имеется Как ты уже отмечал Буквально 5 киллов мы увидели в этой встрече Реже, чем раз в 2 минуты даже Килл совершается в этой игре Причем совершается только одним коллективом Ну что ж, лорд совсем скоро будет покидать базу Но Оники уже готовы врываться в трон Оники уже здесь Минус светлая И как будто в поле можно сыграть Санз тратит свой ультимейт И можно попробовать Можно попробовать со стороны файерфлакс Если не сейчас, то когда, задается вопрос Ну, подождать еще 60 секунд Когда откудаешься флик у Апекса И тогда уже врываться с этим ультимейтом Ну что ж, доходит лорд до базы оппонентов Ждем, наверное, действий каких-то от Кибой Не попадает Кибой в этот момент своим ультимейтам И по трону-то начинает наигрывать сам лорд Саншайль, трон Игрокам коллектива Оник Этому лорду Апекс Раскатывается ультимейт Попадает по двоим Но многие игроки Оник успевают отступить Сам же Апекс погибает Светлый ультимейт От Люнокс прячется по итогу Элион как же долго здесь живет На своем отомщении Даблкил уже от Кайри в этом моменте Что Саншайн неплохой ультимейт Но как-то в разнобой все эти способности выкидывают Погибают уже и Саншайн по трону играет Альберт Должна быть победа Джи-Джи, вэлплейт Первая карта достается коллективу Оник Очень уверенно и методично И академично И очень-очень страшно Как же играть все-таки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!